Всем привет! Возвращаемся в Westland 2. Мы сейчас находимся в сельхоз-центре. Старайтесь загореться всеми, кого встречаете на своем пути. Никогда не знаешь, какую помощь смогут оказать пустынные рейнджеры, какие товарищи подставят вам свое плечо. Вот где деньги, посмотрите. Я сейчас подумаю, если мы вдруг вернемся. Возвращаться не будем. Идем мы в цитадель. Давненько мы там не были. Внимательно слушайте, что говорят люди вокруг вас. Подслушивая, можно получить ценную информацию. Оазис, ферма, горжоная деревня, шахта, новый уровень. Очень много что скопилось у нас дел в цитадели, то есть нужно много что отдать, доложить, получить. И посмотрим, может нас уже теперь внутрь пустят. Может там действительно какой-то магазин будет шикарный. Советуем во время от времени возвращаться в штаб-квартиру, получать новые задания, продавать барахло, покупать новые оружия, боеприпасы, броню, проверять, чем кормят столовые. Впрочем, обычно на меню не отличается разнообразием. Про столовую интересно. Цитадель. У меня таких сохранялок даже нет. И кстати, это... А, нет, хотел сказать прям цитадель. Да нет. О, собрание. Генерал Ларгас. Ладно, новички, я выкрыл немного времени, чтобы привести вас в форму. Слушайте внимательно, построиться. Сэр, так точно, сэр. Оружие на караул. Оружие к ноге. Очень плохо, бойцы. Ружье должно быть на плече до того, как я дам приказ. Вы должны читать мои мысли и заранее знать, что я скомандую. У генерала Ларгаса поплохело что-то на голову. А ты думаешь, что мысли мои знаешь? Думаешь, ты умнее меня? Да. Никак нет, сэр. Сэр, никак нет. Черт побери, и не забывайте про это. Вольно. Пустой башке. Вояки. А, дайте дембелям пройти. Генерал Ларгас. Хорошо, что вы нашли ретранслятор. Надеюсь, у вас есть какая-нибудь деталь от синта, чтобы порадовать мир каптана. Кроме того, лично благодарю, что расследовали гивель Эйса и нашли его убийцу. Вы думаете, это был не один робот? Я не знаю. Эйс все время немало роботов положил без особого труда. Выходит, этот был особенным, более опасным. Если это так, нам нужно все выяснить. Послушайте, если вы принесли эту штуку сюда или хотя бы ее деталь, отдайте мне, я покажу ее мир каптан в оружейке. Может, она что-то. Это она? Сможет понять. Тогда вам стоит поговорить с ней, когда получите право войти в цитадель. Что? Когда установите ретранслятор, она уже сможет выдать вам что-то полезное. Бородатая! Гнида! Мы тут кровь мешками проливали, а ты нас до сих пор не пускаешь? Мы принесли ногу робота. Хорошо, новобранцы, я передам ее нашему следователю, капитану Меркаптан. Она будет визжать от восторга, когда увидит. А еще есть страница из дневника. Отлично, дайте-ка я взгляну. А тут немного совсем. Встретил продавца змеиной выжимки. Так, ладно, чувства словно вы за мной следят, черт убери, картина невеселая, следили за ним, наверное, робот-убийца. Думаю, стоит поискать этого продавца змеиной выжимки. Тут еще упоминаются рельсовые кочевники, надо взглянуть к ним в лагере, если вы еще этого не сделали. Может, они что-то знают хотя бы о том, где остальная часть дневника. Ваша лошадь медленно скачет, господин генерал Варгас. Еще одна страничка. Дайте взглянуть на вторую. А вот этот последний кусок интересный. То, что с именами и названиями. Я некоторые из них слышал в радиопередаче, которую Вудсон записал. По крайней мере, мне так кажется, помехи были очень сильные. В общем, имена мне ничего не говорят, а вот название знакомое. Просто не могу... Когда уйдете в цитадель, передайте это нашему картографу Гилберту. Сагарри. Сержант Сагара. Раньше был одним бойцом моего отряда. Мы его назвали Молотильщик. На такого можно положиться, когда припечет. Теперь, правда, он уже не воюет. Во время боя за базу Кочес получил ранение. Да так и нет. Оправился. Стал нашим картографом, и картографом отличным. Работает в музее вместе с Кремнем. Познакомитесь, когда попадете внутрь. Дразнишь нас, да? А Кремень это кто? Он уже был старым, когда я был вашим ровесником. Теперь он просто древний. Про историю пустынных рейнджеров знает больше, чем кто-либо. Но он вам сам расскажет. А кто такая Этилмер Каптан? Светлейшая голова в цитадели. Она помогла нам разжиться оружием и броней до тех... До сих пор постоянно придумывать что-нибудь новое. Стоит заглянуть посмотреть, чем она занята. Обязательно. Эйс, генерал Варгас, что вы можете рассказать про Эйса? Мы с ним большой путь вместе прошли. Еще с тюрьмы. Со штурма тюрьмы, видимо. Мы вместе дрались с Финстером и армией роботов на базе Кочес. Мы перестроили цитадель то, что я отправил его на задание, которое его убило, не дает мне покоя. Энджи никогда меня не простит. Она уже отомстила за него. Знаете, ее хорошо. Достаточно хорошо, чтобы не говорить о ни с кем-то, когда сама она прямо передо мной. Привет, Энджи. Дела-то как? Теперь лучше, генерал. Плачу по 8 часов в день, а не по 16. Молодец. Тут нечего стыдиться, Энджи. Совсем нечего. А что было с Ирвином Джоном Финстером? Самый чокнутый из всех маньяков, что мы встречали. Когда-то он был человеком, может, даже не сумасшедшим. Но мы его увидели уже бешеным андроидом, который хотел уничтожить всех людей и заменить их мутантами. Его голова в музее хранится, если захотите взглянуть. Захотим. Акочис? Мы там едва не подохли. Что там, база едва не погубила все человечество. Тамошний главный компьютер спятил и начал стримповать боевых роботов, целую армию. Если бы мы его не остановили, даже думать не хочу. Атюрячка? Это была наша старая база, сразу после катастрофы. 15 лет назад мы перебрались оттуда сюда. Там тоже было хорошо, но цитадель проще защищать. С тех пор туда вселились красные скорпионы. Неприятные такие товарищи. Да, так себе. Мы их даже не почувствовали. Когда мы сможем попасть внутрь? Когда покажете себя, цитадель станет вашим новым домом. Считайте это задание последним испытанием. Если все пройдет успешно, мы откроем для вас двери. Если не получится, и если вы не подходите к пустынам рейджерам, то мы вас не впустим. Может дуэль? На кулачках? Быстренько докажем, кто тут главный. Они теперь себя называют ополченцами. Красный Скорпион вещает по радио, что именно они оберегают закон и порядок. А так, очередная банда. Не хочу в них разбираться. Как кот в душу плюнули, а? Настоящий генерал. Это винтовка моя. Таких винтовок много, но это моя. Иначе почистишь свою и еще на все остальное отделение. Вот. Хоть кто-то нас зауважал. Рейнджер весь татуировка в пирсинге, шрамах, при том он еще совсем юный, оттирает графики со стены. Удалось все найти для моих художественных проектов? Да есть кое-что. Уйо. Отойдите. Я здесь ничего не испорчу. Буду пустыню украшать. Держи. Баллончик, наверное, с краской. Круто. Вы лучше всех. Когда закончу здесь, придется еще уборную драйвить. Так что в поле я не выберусь еще долго. Надеюсь, вы хоть что-то узнаете на моем примере. Да, был он с краской. Которую мы вообще нашли в какой-то там... У меня большие планы на эту банку. Большие. Ну и ладно. Планы у него. Упс. Нас тут не ждали. Нам тут не рады. Набираем воду. Но, с одной стороны, хорошо, что Анжела никуда не отвалилась. Можно попробовать Аберфорд. Говорящий козел, наверное. Да, так себе говорящий. Пока там генерал втирает новичкам, пойдем в магазин сходим. Бо, эти дела, дело, которое никто никогда не забудет. Забудут сразу же, как закопают. Капрал Сольвейк. Вы покончили с заразой сахо-центра. Это отличная вещь. Да. Мы такие. Что у вас есть? Дринные защитные костюмы. Костюмы кое-где протерлись и заплаток на них больше, чем у бомжа на штанах, но он от радиации все равно по большей части защищает. Но, если уровень радиационного загрязнения подскочит, вам понадобится что-нибудь понадежнее. Защищает от радиационного заражения второго уровня и ниже. ага. А если 3, он снижает до 1? Или тупо весит сколько? 1 фунт? Конечно, берем. Я, по-моему, 60 патронов. Просто не глядя. В ведро берем патронов. Все в ведро. Я читал, что, по-моему, на одну группу достаточно будет одного костюма. То есть, то, что мы купили сейчас вполне себе достаточно. Хирургические наборы себя зарекомендовали просто супер в схватке с медоедами. Вернее, после нее. Малый прицел. Револьверы, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, энергетическое оружие. Плюс 3 максимальная дальность. Смотри-ка. Но уже надо и динамит. Динамит у меня есть. Самодельные бомбы. даже помощнее, чем этот. Деревянный посох. Тоже у меня все есть. Вот интересный фамос. Одиночный выстрел, четверка. 24 метра дальность. Правда, шанс попасть всего 26. А продать? Я все продал уже. И вот детали синта. Я надеялся из них что-то вынести. Но это, наверное, когда мы уже пройдем внутрь цитадели, сможем. Записка инженера. Я потом ее прочитаю. То есть мы там сможем, наверное, эти детали предложить к исследованиям. Хирургические аптечки не нужны. Этибиотики тоже не использую. Слабое обезболивающее под диким совершенно. Цена мне интересна. Прицел плюс 3 метра дальность к револьверам и энергетическим винтовкам, к штурмовым винтовкам. Ладно, патроны купили, аптечки купили. Купим кому-нибудь, разыграем. Отличный выбор, дорогие. Что дорогие не надо напоминать. Мы без денег остались. Майор, гренадер, рад вас встретить набранцы в дверь пустить пока что не могу. Когда придумаете как помочь Хайпулу или Скацентру возвращайтесь, не забывайте, что у нас теперь есть ослик. ослик у них есть. Сюда надевается? Нет. То есть просто таскать или вот так? Загадочно. Ну, делим по-честному, двадцатку. Сюда. Двадцатку сюда. И остальное в обойну. Пулемет раздает просто красавелищно. Доктор Рози два набора. Она тоже все-таки хирург. патроны можешь продать. Они же весят. А из них никто не стреляет. Я вот не могу понять одно и то же или нет. Ну-ка, если я сейчас передам, допустим. Нет, ушла курточка, смотри. Вот у нее теперь броня. Нет. Он жилый бронежиле. слегка вообще броня три. Вот у нас кто. Без ничто ходит. А, у него еще и снайперска винтовка-то есть. Тринадцать фунтов. Можно ее продать. Или лучше разобрать. Что может 40% что может достать магазин. Десять фонарик, никчемные оружейные детали. Нет, я ему сделаю оружейника четвертый уровень, все-таки качну. И потом с этим уровнем разберу, чтобы побольше осталось полезностей. Я хотел посмотреть у кого еще 9 аж аптечек. Сейчас она будет перегружена. 6 хирургических и 5 хирургических у доктора Розы. Откуда они берутся я не могу понять. Но они у есть и есть. Подбитая куртка. Пол фунта всего весь. Надо ее продавать. Место занимает только. 33 куда они делись я не могу понять. Я уже что ли продавал. У меня же было в огромной пачке. По мусотку продал, но какая-то часть осталась. Кулда перегружен. Чем? фонарик. Фонарик. Прицел куда установить? Итак, 30 метров дальности. в дальности. ОМ 4 дальность близко 20. 23 метра. стоит пулемет 6 фунтов и все равно у него перегруз почему я куртку на него напялил на 5 фунтов весит костец 2,5 килограмма хороший винтовку поносит пока слик потянет потянул отлично извиняюсь за паузу без этого никуда нужно узнать все про страну металлическую ногу это когда попадем внутрь остальные части некой из это нужно в рейл деревне это узнать нужно пронести на базу звезду если мы же принесли может быть и нужно чтобы она у меня была вот жанна может на базу внутрь цитадели или что полигон или можешь вот сюда сначала давайте генерала дело движется но это не то что и нельзя использовать просто отметить как барахло камера вращения да мы уже разобрались спасибо не волнуйся детка я отправлю к дьяволу кто это сделал так что ты сможешь надевать им задницы еще целую вечность значит ее нужно заносить в цитадель без вариантов дальше смотрим что у нас древнее устройство не знаю с ноги вот и лицевых воров по просьбе кикабы спутниковая тарелка и все у меня была надежда что мы здесь как-то сюжет обновиться но ничего подобного и проб 100 опять нет опять пропал значит возвращаемся в рельсовую деревню вот здесь кстати есть святилище на которой нам дали наколку попробуем через него вернуться вот даже без каких-либо трудностей таинственный храм что в квартире есть шкафчик для хранения снаряжения рейджер который можете воспользоваться там вообще нас там не ценят шрайн напоминает созвучность шрайк кто понял о чем я таинственный храм стилизованные буквы выгравированы на основании гробницы украшенной званиями трех змей затаившаяся змея полюбовавшись этим храмом команда ощущает прилив вдохновения о у нас прилило к кейсу есть талант у него ага или не у него и доктор роза что то доктор роза талант вот лидерство блин надо вот реже бунтовать лидерство надо качать а я харизму качал обалдуй обалдеть 8 доступных очков навыка пусть она дальше их несет до первого до первой необходимости может она может и на тройку любой навык не брат и еще качнуть или улучшить любой из вот этих пока хорошо ойса а то она зашмелькнул у нее не у него я еще удивился что быстро ему накинули ойса шестерка он механик без вариантов пока что стоп чуть было не было он оружей навыка оружия позволяет устанавливать большое количество модификаций на ваше оружие также научиться разбирать на части при этом с определенной вероятностью извлекать из нее полезный модификатор на все два очка засушиваю засушиваю доктор давайте вы вперед вдруг там мины это что такое кажется здесь что-то закопано кажется я знаю кто их будет откапывать полезный навык наблюдательности ведь не видно было куча я моё фотоаппарат ларкоматик это украшение плюс один к выживанию аптечка патрончики динамит пулемет потрясно пулемет сразу динамит ему же фотоаппарат видимо ушел по адресу медведицы нет смотри-ка кто взял фотоаппарат признавайтесь не понял сейчас разбираю пулемет а динамит ну разобрать может ага нет не надо вот фотоаппарат выживание плюс один он нужен медведицы у нее стоит задира которая нафиг не уперлась так он не будет плюс один к выживанию и что еще снятся ли андроидом электро овцы и слик получил какую-то книгу еще назвал кстати не забрали о навык жопа лиза история ричарда грека использовать на себя рассказ о любви славе красноречии реальном и только восхождении звезды jump street 21 вот они эти книги которые почему там было упоминание что нужно их они редко встречаются нужно очень внимательно смотреть кто их будет читать у нас в правильных руках почему жопа лиз не прибавился что-то не сработало что ли блин слик применяет на объект слик книгу вот то есть один к навыку жопа лиз подтянулся нлпшник вырос у нас над собой все доктор давайте по-быстрому осмотрим окрестности еще что за звук а использовать можно еще ну-ка вы уже вдохновились этим храмом тайнер для меня осталось что начать вдохновились перед тем как прикасаться к дверям и контейнерам всегда осматривать их на предмет ловушек а вот тут я смогу пройти я тут наверное каткинсона выйду елки-палки почему у меня я у меня же костюм у меня же костюм как он работает почему я хватаю радиацию то где этот кто тут агрессивный чуть темно вон они они внизу по моему да нет обзор заблокирован вон промахнулась ржавое ведро да блин стрелок 35 у этого 25 он успел сесть за бочку еще есть вариантов больше нет вот так вот блин не сможет давай сюда а я смогу добежать долбаной тоже нет блин ну почему слишком далеко а ну да тоже засада доктор даже не пытайтесь давайте за стеночку и в засаду контроль потерян упс на сороковку усни анджела полуину здоровья потеряла отбила аптечку себе и все что ли укрыт при до Все, теперь все Перезарядились Вот и все Столкновение Выход где? Столкновение Как использовать костюм? Модификаторы Нарядить Это все Тщательно взвешите все тактические возможности, чтобы сбалансировать все ваши шансы Прицель Приходите сыграть, у меня есть все хиты, танчики, братья Шмарио, батл до... лотс, вообще все для каждой системы Кроме CDI машины Все, время вышло Уступи место Я же плачу за 15 секунд Говорили же, что я 15 секунд смогу по радио говорить 15 Говорил Следующие Шмоты Еще Еще одни налетчики И пойдем уже Докладывать О том, что мы Успешно вынесли этих воров Знакомая расстановочка, поэтому сразу сюда продвигаемся Сюда же Доктор здесь Ну а я с... Со сликом сюда Стрелок... кто? Метатель То есть у них минер теперь Эти-то по здоровее бы И собакин Пыхтин где-то Кул дай бы, конечно, начать Он не видит отсюда Ладно Ладно Четверо И еще собака Пыхтит Блин, там метатель Он в эту гранату сюда закинет И мы ляжем все вместе Так что, доктор Роза, я вас попрошу Как опытного хирурга сидеть здесь Вот он, метатель Щелчок, с которым стрелок красных скорпионов взводит оружие на расстоянии 28 метров походит на стук костей смерти Рейнджер размякли Рейнджер размякли Почувствуйте жало скорпионов Вот метатель, я надеюсь, это который С гранатами С гранатами С гранатами Вооруженные все Огнестрел Кул дай Стрелок Чем они там стрелки По-моему, без оптики По-моему, без оптики Ха-ха-ха Пулеметом Слишком далеко С глюшкой Какой-то с трубой бежит Вот он Волк красных скорпионов, по-моему Устроенная засада Контроль потерян Доктор не смогла оставаться равнодушной Волк отъехал? Да, эти ребята Слишком далеко Значит, двигаемся сюда Блин, сюда же доктор бежит Обзор заблокирован Обзор заблокирован А сюда? А, давай сюда Эй, вы Обсосы такой Сам убегает 35, а этот убежал на сколько? Ага, он спрятался Макимото два раза промахнулся 27 Да не, мне патронов жалко Да не, мне патронов жалко Все равно слишком далеко Вот кому надо было прицел цеплять на пистолет Какой-то с этой трубой бежишь Тут взрослые разговаривают Доктор Роза В укрытие И к господину с трубой От души Семнашку 76 Все, никто никуда не бежит Ох Ох Ты вредный какой Спрятался обратно Смотри-ка Только не в доктора Блять Нашу семидесятку Его Влупил Ха-х Смотри-ка Смотри-ка Но Смотри-ка Смотри-ка Так Эта Контроль потерян. Ты еще встань перед сликом, чтобы он тебе, работая из засады, отстрелил что-нибудь. Видишь его? Все, он или засада. Не смог, никто не успел. Засада-засада, а никто-то не успел выстрелить по нему. Нужно 6 единиц, нифига себе. Подос. Колдайт, ты сиди и стыдись. Так облажаться, как ты, чуть доктора нашего не убил. Надо еще уметь. Я-то куда бегу, я сам-то 43. Слик. Как ты думаешь, ты сможешь? Нет, он только до сюда сможет, добежи. Надо слик-заров, пусть здесь останется пока. Медведица, давай ко мне. Доктор Роза, просто съедите. Колдай, у тебя есть шанс искупить кровью. Четыре патрона он выпустил, три промазал и один раз попал в доктора. Деревянный посох. Блин, нет, я отъеду, у меня 43. Слик. Тоже не успевает, но он здоровый. Слик вот сюда. Прячется. Садится в засаду. Блин, у него же есть этот. Давай меня на все деньги, все равно почти сотку лечить. Да, хорошо. Анжела, ставь уверенную точку. Двой точек. Оружие заклинило, нам повезло. Пять. Пять патронов понадобилось. Доктор, конечно, ни за что, ни про что на 69 получил в спину. Ошейник. Ух ты, нашивка скорпионов. Слик как ближе всех к трофею пусть прибирает. О, мы разобрали и даже перевес не приключился. Я сейчас по-быстрому пробегу. Здесь проходят как не было, так и нет. Ящиков тоже не появилось. Все, идем обратно и заходим в деревню. Кулдай, конечно. Но это, видимо, какой-то рендом, потому что кривой. Потому что и Кулдай мазал, и Анжела мазала. Все мазали. На группу, короче, легла тень. Ага, врагов уменьшится эффективность от укрытия, если стрелять вверх. В них, сверху. В лагерь Акинсонов. Нет, просто войти. Там магазин по сбросовым ценам с двойной скидкой. Ремонт тостеров может помочь Рейнджеру найти уникальные предметы. Носить их с собой. Будьте приятны в отделении, когда жить и пустоши заинтересуются ими. Это вот, по-моему, баллончик мы нашли в таком. Мега месте. Генератор. Вот здесь магазин. Четыре. А, вот. Сейчас сюда группа добежит, истерию заканчиваю. Ну что, с приключениями, но мы сюда добрались. Цитадели нас вообще холодно приняли. Единственное, только что патронов у них было достаточно. Надеюсь, здесь мы сейчас еще поправим положение, отсчет патронов, аптечек. И будем крутить уже сюжет. Придется рассказывать, что мы убили воров. То есть, я думаю, мы еще в ад, как к Аткинсенам попадем в лагерь. А там входа от прохода нет, есть был только к этим рельсам и ворам. Где застряли? Пижоны. Держитесь подальше от лагеря Аткинсенов. Даже если они вас не убьют, то рельсовые воры... Там что-то противоестественное. С кем-то сделают. О, Джон Генри, как же есть хочется. Сельское хозяйство осваивайте. Ну, вроде все. Ногу отдали. На расшифровку. Товары у нас на обмен навалом. Сейчас заменяемся и будем смотреть, как дальше пойдет и сюжет. Пока все под контролем. Научились, самое главное, костюм пользоваться. Костюмом радиации. Плюс два защищает. Там некоторые облегчения уже в путешествиях. Да, вроде ничего не забыл. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. В следующей серии пойдут уже разговоры. И попытка примирить две семьи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok